МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тренирует и воспитывает будущих членов элитарного клуба. В Белгород приехал, чтобы оценить знатоков Белгородской области. На предложение поговорить о жизни и об игре в неформальной обстановке, несмотря на загруженный день, сразу ответил «Да». Давайте представим, что есть человек, который никогда не видел, что где когда. И не знает вас, и не видел в телевизоре. Ну, инопланетяне. Да нет, почему же инопланетяне? Есть такие люди и у нас, и в Питере есть. Я таких несколько раз встречал. Предположим, что вы скажете такому человеку на вопрос, кто вы по жизни, чем занимаетесь? Я занимаюсь телевизионными проектами. Это моя основная работа. А вот на вопрос, какое у вас хобби, ну, в принципе, можно объяснить, что хобби у меня играть в такую игру, когда команде из шести человек задают вопрос, и она за минуту на этот вопрос должна найти ответ. Если таких вопросов будет много, она выигрывает игру. Если таких вопросов будет мало, она проигрывает. Вы этим хобби занимаетесь треть века. За такой промежуток времени огромный. Любое хобби может как-то поднадоесть, сойти на нет. Вам, судя по всему, не скучно. Почему? Что вас держит? Ну, мне нравятся те ощущения, которые я получаю в результате игры. То есть я играю, пока у меня получается, пока мне нравится, как я играю. Самому. Пока мне нравится, как играет команда, в которой я играю. Во времена интеллектуального казино, еще при Ворошилове, Ворошилов придумал, что за стол садится команда случайно. Берет колоду и сдаёт её. И вы шесть карт. Значит, переворачивает. Вот у кого эти карты совпали, те играют. Но, во-первых, у нас спрашивали, готов ли ты на таких условиях. Я сначала подумал, что не очень готов, а потом понял, что всё-таки готов, потому что это такой ещё дополнительный вызов, который, ну, совершенствует. На мой взгляд, способствовал совершенствованию моих игровых качеств. То есть попробовать сыграть с кем попало. С людьми, которые тебя не понимают. Это особое, как бы, условие. С людьми, которых ты не понимаешь, и что самое неприятное не принимаешь. Случай распорядился так, что ты должен с этим человеком сыграть и должен показать какую-то игру. Ну, и плюс к этому ещё постараться получить удовольствие от процесса, потому что иначе никакого результата не получится. Это у меня глубочайшее убеждение, что ты не получаешь удовольствие от процесса, то на результат можешь не рассчитывать. И в результате, ну, я научился действительно играть с кем попало, со случайными игроками, что мне потом помогло в дальнейшей жизни и в дальнейшей игре. Те люди, которые сидят с вами за одним столом, они в процессе игры раскрываются, наверное, гораздо ярче, чем в обычной жизни, потому что ситуация такая. Вам приходилось чаще разочаровываться или, может быть, очаровываться? Нет, понимаете, я всё-таки старался играть с людьми, которыми я знаком. Вы знаете. То есть лучше всего играть с друзьями, с которыми, ну, по крайней мере, ты не тратишь время драгоценное на взаимопонимание. То есть ты сказал, они тебя сразу поняли. Потому что когда ты говоришь, что я не понимаю, тебе надо объяснить свою мысль. А тут как бы, ну, вот, коммуникативная составляющая, она доведена до такого уровня, что просто её не замечаешь. Люди комфортные для игры, и люди комфортные для жизни. Это разные люди? Они обладают разными качествами? Нет. Для вас лично? Нет, ну как, ну, безусловно, нет. Потому что, ну, те люди, с которыми комфортно жить, они как раз комфортны и... Ну, я имею в виду жить, дружить. Жить, да, естественно, я тоже. Ну, жить не в семейном плане, понятно. Ну, вот. А с кем дружишь по жизни, с тем дружишь и в игре. Ну, поскольку вся жизнь игра, да, то, соответственно, значит, ну как, ну... Ну, те, кто тебя понимают в жизни, тебя лучше понимают и в игре. Вот есть какие-то всё-таки качества человеческие, которые для вас предпочтительны в игре и неприемлемы в жизни? Нет, такого нет. Нет. Александр Абрамович, я знаю, что вы учите, тренируете молодёжь. Да. Как это возможно? Чему вы их учите? Вы заставляете их читать словарей? Нет, ну, Господь с вами, о чём вы? Как? Игра, это же интеллектуальная игра, и знания только части игры. А вот там, тупо заучивать словарей, ну, как бы, это странное занятие. Не думаю, что оно кому-нибудь помогло. Нет, что никогда, это, по сути дела, спорт. Интеллектуальный спорт. Тренируются мышцы мозга? Да, тренируются даже не столько мышцы, сколько вот, ну, вы же, когда там, я не знаю, когда футбол, футболисты тренируют, они же не тренируют мышцы, да? Они тренируют взаимодействие мышц. Что надо делать в том или в другом случае, да, вот, как-то, в зависимости от игрового амплуа. Ну, и здесь то же самое. Тренируется логическое мышление, тренируется ассоциативное мышление. А тренируется коммуникативность, чтобы, ну, вот, понимали люди при устойчивом составе команды, чтобы люди понимали друг друга, не тратили лишнее время наблюдательности. Потому что, в принципе, в хорошем вопросе все необходимые для того, чтобы дать правильный ответ, есть. Вы говорите, что вы тренируете в них качества, которые помогут им в игре. Эти же ровно качества, они помогают и в обычной жизни. И, ну, надо сказать, что этот кружок, который я веду, он рекордсмен по количеству попаданий участников в телеклуб. Так получилось. Я не знаю просто такого кружка, у которого столько народу попало бы в телеклуб. Но главный результат моей деятельности, я считаю, отнюдь не это. Игра – модель жизни. И вот качества, которыми мы, это самое, которыми, которые я пытаюсь детишек развить, они им пригождаются в дальнейшей жизни. В таком случае у вас не как в футболе или в гимнастике, когда туда приходит ребенок, отбирает перспективных. А ко мне приходят все, кто хочет. Я занимаюсь со всеми, кто хочет. У меня нет отсева по моей инициативе. Просто, ну как, иногда дети там говорят, ну, там, у меня там спорт кружу, кружу по фото, мне еще пить охота, зачем мне это что-где-когда. Мне было интересно, но я вот больше хочу там ходить, ну, не знаю, там, на танцы художественные. Мне сейчас это интересно. И перестает ходить. Я еще ни одного ребенка, вот с 19 лет, я еще ни одного ребенка не отчислил сам. Вот. То есть я занимаюсь со всеми. И кто-то показывает там спортивные результаты, вот спортивные что-ли, когда там турниры. А кто-то не показывает. Но продолжает ходить в кружок. А потом, ну, как бы, там встречаешь его через пару лет. У меня свой бизнес там, мне очень помогло то, что вы. Или у меня... Вот этих вы называете успешными. Или... Да. Нет. Вот успех в игре, я не считаю показателем. Своим. Своего успеха. Ну, спасибо, да, это дополнительный бонус. Кто-то попал в телекноп, спасибо, это хорошо. Но вот количество людей, которые успешно применяют те навыки, которые получили за счет интеллектуальных игр в жизни, вот мне гораздо важнее количество тех людей, которые вот... с помощью тех приемов, с помощью тех качеств, которые они получили в кружке, они что-то в жизни достигли. Умный человек, вот, к сожалению, не всегда успешен. Может быть, у него не хватает... Такое бывает. Ну, бывает. Может быть, ему не хватает качества игрока? Ну, весь вопрос, давайте договоримся о терминологии, что такое успешно. Давайте. Давай. Как вы себе определяете? Человек, который доволен той жизнью, в которой он живет. Который добился каких-то результатов, запятая, и доволен своими результатами. Независимо от мнения окружающих? Независимо. Не, абсолютно. Нет. Ну, естественно, окружающие-то кто? Семья, да. Но хорошо, потому что еще близкие люди тоже считают, что он... Хорошо. А там, ты там, типа, лох позорный, потому что ты ездишь, там, не знаю, на Солярисе, а не на X-5 BMW, там, или X-6. Смешно. И все-таки ум... Тоже будем определяться, наверное, с терминами. Наверное. Умный человек. Умный человек, я помню ваше определение. Если неправильно поправлять, это человек, который адекватно воспринимает происходящее вокруг и, соответственно, адекватно же реагирует. Да, именно так. Принимает какие-то решения. И все-таки не всегда вот эти умные люди становятся успешными. Да что такое успешные-то? Ну, в том определении, которое вы произнесли. Ну, не всегда. Чего не хватает? Нет, ну, если он, вот, если он соответствует определению умному, то он всегда успешный. Так, в том же определении. То, может быть, умен и недоволен собой, недоволен своей жизнью. Тогда, значит, он неадекватно реагировал на те, это самое, если он недоволен собой. Это два смежных определения, одно без другого не существует. Да, безусловно. Если ты считаешь, что умный вот по этой причине, то ты успешный ровно по той же. Спасибо. Вот сейчас я бы мастер-класс получила от мэтра, чтобы никогда... Да, Господь с вами, я не стал себе такой задачей. Александр Абрамович. Нет, ну, а что такое успех? Много денег – это успех. А каким образом эти деньги получат? Известность – это успех. А почему тебя все знают? А может, это Чикатило, и тебя показывали, разыскиваются в милиции. Их разыскивает в милиции. Большое количество друзей – это успех. Проверяется в каких-то экстремальных ситуациях. Друзья – это или не друзья. То есть человек, если с собой доволен, это его успех. Но вы-то успешны в этом смысле. Ну, да. Ну, не на сто процентов. И они всегда тоже с собой довольны. Бывают случаи, когда я с собой недоволен, но потому что, ну, как, все люди, все человеки. Так это же, наверное, хорошо. Жизнь такая. Человек, который всегда с собой довольный, боишься. Это да. Диагноз. Это отдельная история. Александр Абрамович, я провела небольшой опрос среди своих юных друзей. Знакомых, скажем так. Юных – это кто? Юные, совсем юные. 20, 22. А, ну, хорошо. Это же для меня сейчас уже становится уже… И за 30 тоже становится юным. Это вы кокетничаете. Продолжаю вопрос. Да. О, ужас. Не все знают, кто такой Александр Друзь. Или, по крайней мере, внятно могут об этом сказать. Вас это огорчает? Ну, хорошо. Ну, давайте как. То, что я не знаю, это огорчает, да? Но вот я не считаю, что… Или не хочу предпринимать каких-то усилий, чтобы меня как можно больше знали. Ну, так. Потому что, ну, то, что они меня не знают, значит, они просто не смотрят ни игру. Совершенно верно. Никогда не те проекты, которые я делаю помимо игры телевизионных. Ну, хорошо, так сказать. Что же делать? Есть люди, которые принципиально не смотрят телевизор. На мой взгляд, это несчастные люди. И им как раз не хватает вот то… То есть они не умные. Потому что, в принципе, там, оставляя за скобками обсуждение темы качества телевизионных проектов, я могу сказать, что вот, ну, это такая вот уж колобость, да? Просто человек не умеет выбирать, не знает, что можно выбирать, и не умеет выбирать. Да зачем? Да лучше я вообще ничего смотреть не буду, а буду там общаться в ВКонтакте. Если можно так сказать, кто виноват в том, что молодежь не смотрит безусловно интересную, полезную и просто хорошую программу? Я… Понимаете, какая история? Вот если говорить про молодежь, кто виноват в том или сём относительно молодежи, ответ в 90% случаев старшее поколение. Старшее поколение. Очевидно, что то ли родителям было недосуг, и они сами не интересовались, то ли дедушкам с бабушками они не смотрели. Они не показывали с детства «Что, где, когда». А игра «Что, где, когда» такая, что вот, если ты с ней познакомишься, неважно в каком возрасте, то она увлекает. И лишний раз доказывает вот то, что это правда, это то, что распространённость так называемой спортивной версии «Что, где, когда». Вот, например, я учтился в Белгороде ровно потому, что сейчас будет проходить молодёжный чемпионат по «Что, где, когда». Я с удовольствием откликаюсь на приглашение на такие вот мероприятия, потому что я понимаю, что «Что, где, когда» – это полезно для молодых людей. Заниматься полезно. Именно потому, что эта игра воспитывает полезные качества. Умение самостоятельно думать, умение самостоятельно принимать решения, и умение самостоятельно за эти решения отвечать. Плюс это ещё всё в коллективе. Очень полезные качества. Людей моего поколения от этих качеств отучали целенаправленно. Не надо было самому думать. Надо было слушать, что скажет дядя, ну не знаю, секретарь райкома, или секретарь ЦК, неважно, или там ещё кто-то. А за самостоятельный приём решений так вообще можно было там. За мысли можно было там пострадать, а за самостоятельные решения какие-то тоже. С определённого уровня ты можешь начинать принимать самостоятельные решения, но опять же с оглядкой на линию партии правительства. А сейчас жизнь такая, что без этих качеств просто не быть успешным. А как вам удалось, судя по всему, с детства воспитать в себе эти качества? Вы же росли в той же стране. Ну, у меня были хорошие папы с мамой, в общем. У меня папа всегда... Меня с детства приучали думать. Как приучить ребёнка думать самостоятельно? О-о-о. Ну, если ты видишь что-то непонятное, ребёнок, например, если ты ребёнок и видишь что-то непонятное, не постесняешься. Ну, вот, не закрывай глаза на это, а узнай, почему вот именно так, а не по-другому. Ну, потому что хорошо бы понимать, как устроен мир, да, там, что не просто нельзя совать пальцы в розетку, а почему. На вопросы, которые задаёт ребёнок, надо отвечать родителям. Особенно сейчас, в эпоху интернета, когда, если ты ему скажешь, «Пойди погугли сам», то он может нагуглить не совсем то, что вам потом понравится. С детьми, как с автомобилями. Автомобили индивидуальной сборки лучше, чем конвейерные. Точно так же и дети. Нет, ну, когда, понятно, если ты считаешь, что твоего ребёнка воспитает детский сад, а потом школа, а потом институт, то ты к концу этого процесса можешь очень удивиться его результатом. Поскольку ты в нём участия не принимал, то ты можешь получить не тот результат, который ты ожидал. А вот если ты на всех стадиях участвуешь в этом процессе, и потом ты получил результат, который тебе не нравится, то ты уже должен пенять на себя. Ну, вот и выбирай, что тебе лучше. Пенять на школу и общество, или пенять на себя. Вот у вас две дочери. Да. Вы довольны результатом, который получили? В общем, да. Нет, ну, понимаете, какая история. Да, двух людей одинаковых не бывает, даже это отцы и дети. Да. И всё равно, да, как-то, ну, человек по-другому воспринимает мир. Да, и, может быть, твоё восприятие мира не соответствует восприятию мира твоих детей. Да, но с этим надо смириться. Да, ну, потому что вот они такие. Ты их вот такими воспитал. И в большинстве случаев мы там смотрим на какие-то вещи одинаковые. Но есть какие-то вещи, которые они смотрят по-другому, нежели я. Но в силу того, что они росли в другое время, там, их воспитывал другой человек. Это не тот, не те родители, не мои папа с мамой, а их папа с мамой. И, ну, будем говорить так, в 98% мне нравится то, как смотрит на мир моей дочери, в 2% нет. Ну, так это, естественно, это процент маленький. Я знаю, что мы с вами коллеги, что вы делаете телевидение. Да. Делаете программу для умных. Ну, вы знаете, они не только для умных, не столько для умных, сколько вот как. Это программа, любой продукт, который я делал, он не столько для умных, сколько для желающих стать умными, вот для желающих задуматься. Вот. Он дает какую-то почву для размышлений. Вы это делаете, потому что, ну, просто не можете не делать этого. Или есть мнение, что есть рейтинг у этих программ? Есть мнение, что нет рейтинга у этих программ. Вот. Но это бывает по-разному, смотря какие, да. Вот вернемся к тем людям, которые не смотрят, детям, которые не смотрят, что, где, когда. Ведь там на самом деле, если вы вдумаетесь, да, почему так долго живет программа. Ну, во-первых, там очень точно найдено основное, то, что вот является, то, что называется родовым признаком, что, где, когда, это очень точное попадание идеи Ворошилова в телеаудиторию. Это вот самое интересное, что в программе, что, где, когда есть, минута на обсуждение. Которая там крупно, в прямом эфире. Это занятно, но это понимают не все. Что происходит во время минуты обсуждения, не очень понятно. То есть, ну, все видят, да, но не все понимают. Соответственно, есть другой уровень. Очко туда, очко сюда. Там типа знатоки выиграли, знатоки проиграли. Или там телезрители выиграли, телезрители проиграли. Есть третий уровень. Был, точнее, сейчас там нету. Ну, вот там деньги перетекают. Это было, это вот пока были деньги там. Все смотрели, все знали, что там-то команда Блинова выиграла 50... Нет, 50 не выиграли, 33 миллиона. На самом деле, есть еще четвертый уровень, который совсем для ребят простых, да. Ну, например, там, а вот вчера в программе «Что, где, когда» в музыкальной паузе вживую спел Филипп Киркоров. Точно, был. Вот, 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 ну вот это вот, да, там сидят какие-то, какие-то совсем такие странные... Вы показывали то, что не показывали ни в каких других программах, что касается музыкальной паузы. Ну, например, «Что, где, когда» впервые показала... Да, нет, впервые показала «Машина времени». Да. Впервые в истории телевизии «Машина времени» появилась именно в программе «Что, где, когда». Ну, в далекие, там, 80-е годы, когда еще даже не в прямом махере программа выходила. 84-й, по-моему, год. Ну, вот. Тот же уровень. То есть она многослойная, как матрешка. Соответственно, там, ну, если тебе не нравится, там, слушать фильм, да не, человек к нему прицепился, слушать того, кто поет в музыкальной паузе, да, ты там, там, а смотришь ты ради того, чтобы кто выиграл, кто проиграл, ради спортивного момента, да, там, ну, как в боксе. Этот пропустил удар, а тот нанес его, ну, так далее. Или там ты, а вот ребята работают головой, и как вот они работают, как вот они делают заходное, это самое, и вот они ушли с правильного пути, пошли куда-то в сторону, и в результате не дошли туда, куда надо было, а я-то вот дошел. Это еще один уровень. То есть там все вот это вот, и все это в одном флаконе, это все вот, это все единый продукт. И все-таки, вот как вы считаете, делая свои программы, я понимаю, что это другое, а не что, где, когда. Они, как вы сами говорите, не имеют рейтинга. Они, ну, не то, что для избранных, но для небольшого количества людей, которые либо умны, либо хотят стать умными. Тогда почему вы делаете эти программы? Я просто, ну как, ну я стараюсь в меру сил, да, вот как Вольтер говорил, пусть каждый возделывает свой сад. Ну, вот я пытаюсь возделывать свой сад, да. Я пытаюсь сообщать какую-то информацию в такой занимательной форме, ну, либо игровой, либо развлекательно-познавательной, чтобы она побуждала людей о чем-то задуматься. Я там, ну, претендую на то, что пытаюсь разбираться в каких-то вопросах, ну, вроде как разбираюсь, в чем-то разбираюсь. Пытаюсь рассказать, вот как я вижу то или другую ситуацию. Если все-таки задуматься, для чего я это делаю, ну, потому что у меня вот получается как-то... Мне хочется, чтобы, ну как, ну, во-первых, это дает достаточный средств для существования, да. Так, это первый уровень. Для чего мы делаем, для чего вообще работаем? Для того, чтобы, ну, вот, как бы получать достаточный средств существования. Потому что в игре, даже когда были деньги, это не было достаточно, чтобы игрой жить. Именно поэтому это хобби. А во-вторых, значит, ну, как, хочется сделать какой-то продукт, который бы, ну, как-то публику двигал к хорошему, доброму и вечному. Потому что, ну, как, ну, пока живешь в стране, где есть стремление к хорошему, доброму и вечному, так сказать, ты не расстраивайся, что ты живешь не в том месте. Ну, чем больше народу будет стремиться к хорошему, доброму и вечному, а не только вот как к злобе дней, чтобы вот там себя прокормить, детей прокормить, да, там, а как-то еще о чем-то подумать, о каких-то переменах к лучшему и у себя, и в стране, там, и в мире, ну, и так далее. То вот как бы это все вселяет некие надежды. Соответственно, ну, а добиться этого можно за счет того, что люди, ну, чуть-чуть работают вот приспособлением для ношения головного убора. Не только по этому назначению, но и по-другому. Телевидение может с этим справиться? Телевидение может справиться со всем, с чем угодно. Вот 30 лет присутствия на телевидении и 20 лет работы на телевидении, мне говорят о том, что телевидение может справиться с чем угодно. Весь вопрос в том, кто занимается этой задачей, с какими целями. Вот, если достаточно много талантливых людей, хорошо разбирающихся, во-первых, в своей профессии, а во-вторых, ну, вот, какие цели они по себе ставят, вот, телевидение может справиться с любой задачей, это моя убежденность твердая. Спасибо, Александр Абрамович. Да не за что, Рудяй. Спасибо, что нашли время для нас. И спасибо за то, что напомнили, что любая игра, как и жизнь, должна быть по правилам. Чем больше правил, тем больше. Ну, тут не совсем так. Любая игра должна не противоречить правилам играющих в ней людей. Вот так. Точно так же, как и жизнь. Вот это будет стопроцентная правда. Редактор субтитров А.Семкин